всем пламенный салют прибыла очередная группа на восстановление и заточку от николая первую часть из нее я обработал спешу ознакомить прежде всего момент неприятный масса времени и сил потрачено впустую имеем бритву немецкого производства неопределенной какой-то мануфактуры номер 718 или 718 тип видршталь золинген бритва была разобрана бритва была вычищена в идеал и оправа и клинок бритва была собрана и бритва была заточена на финишных стадиях не держится кромка не то чтобы выкрашивается но она как-то так подзаворачивается различные я пробовал вариации все не в дугу значит только зря потратил на это время сделал даже так чтоб по фабричному закрывалась но не судьба и очень жаль взбесила меня падла ну да ладно эту не тарифицирую поскольку кусок говна а вот то что может успокоить от души это антикварная классическая франция прекрасный клинок это ребулар париж и фабия наверное слова но не суть обратите внимание на состояние вот так я заберу вот начиная это правы клинок в таком состоянии это полный клин прекрасная штуковина просто великолепная красота номер раз следующая не менее мощная тетка окрестил я ее мадам баттерфля и по одной простой причине у нее огромная спина была в свое время серия бритв которые отличались вот таким геометрическим строением обуха он плоский и достаточно чувствительные по ширине роговая оправа и вот такой клинок это ляльпин франция вычищена и заточена на большинстве бритв и тех которые в этой подгруппе и остальные бритвы которые я искренне надеюсь продемонстрировать уже завтра в полностью рабочем состоянии убирались обратные улыбки ну вернее как бритвы чистились убирались обратные улыбки и впоследствии бритвы затачивались вот такой был объем работ по каждой единице номер 2 ляльпин номер третий в ужаснейшем состоянии была бритва это также франция славно известность 134 фонтениль золотая медаль порядковый номер 40 имеется травление на полотне фабрикасион радиум и что-то еще внизу но к сожалению я уже ни хрена не вижу поэтому над бритвой конечно издевались тут что-то и пытались какой-то рейдгрин сделать но сталь сама по себе очень и очень неплохая отлично взяла заточку кстати сказать вот обратите внимание насколько инкрустировали обух вот такими насечками очень здорово смотрится номер 3 и номер 4 в этой группе бритва на которую я потратил больше всего времени из этой группы пришедшей это также старая германия сталь варен вверх до или стороны сталь сталь варен фабрик что-то еще фрезор вверх вот так и имеет она фрезор это парикмахер травление на полотне тут вообще была катастрофа имела она изначально другой контур носа нос был круглый было два скола соответственно пришлось мне все это дело не устраивать заново новый нос или пить так ну и естественно опять же таки она разбиралась все это дело вымывалась но в ужаснейшем состоянии прибыла на единственное вот опять же таки думаю блин или у меня вообще руки кривые потом начинаю смотреть часто и уста вот обратите внимание осевой он кривой соответственно когда ну вот она пришла родной осевой был разболтан естественно бритву я разобрал потом пин я поставил другой поставил другой естественно так чтобы она не типалась как черти шоу в кружке ну нормально подбил а получается так что в данном случае клинок смотрит налево я конечно владельца предварительно уже предупредил дабы он был максимально аккуратно но хотя у меня есть такое преподозрение что вот вот этот след с левой стороны он и был до этого поскольку я ее но вымывал внимательно посмотрел и след есть вот с этой стороны то есть она и изначально вероятно было не очень ровно ну вот но к слову сказать вот здесь со сталью как бы полный порядок настолько что я так думаю поскольку владелец дал мне полный карт-бланш на проверку каждой бритвы которую пожелаю на работоспособность иными словами можно взять и побриться то как это не странно звучит я конечно лельпина хотел предварительно а потом думаю ну с ним то ситуация наверняка понятная мне когда последнее время ну не все конечно но попадаются немецкие варианты когда ну очень нравится как работают это естественно там старые немцы но тем не менее вот гевоза бритва которая от макса заворотного выступала вообще я был в восторге очень классно отработала очень понравилась работе я так думаю попробовать но это же таки столько сил в него вложено хотелось бы понять ответит ли она взаимностью и так вот таким вот образом первая боевая четверочка и холостой выстрел к сожалению готовы надеюсь по крайней мере напрягу все силы для того чтобы завтра это все дело закончить и отправить все эти штуки законному владельцу ну а с этой сегодня побреюсь все дорогие друзья на этом все спасибо за внимание и до скорых встреч в эфире пока